Ветераны и удельники Великой Отчины войны, вязни фашистских концлагеров, воины и интернационалисты. Это далеко не полный спис всех, кто калисто поправлял в шпитале свое здоровье. История этой установы берет свой отвлек с 1941 года, когда сюда привозили пораненных бойцов с фронта. С того часу было шмат перебудов и реконструкций. Сейчас тут используются сущные методы к диагностике, лечению и реабилитации пациентов. Усё гэта зарабила областный шпиталь шмат профильной медицинской установой, якая сёння по праву лечится одной из лепших на территории Беларуси. Приобретаем новое оборудование, вузе аппаратное, эндоскопическое оборудование. Делаем такие достойные ремонты, которые позволяют пациентам приезжать лечиться не только в Беларуси, но и за границей. Дарыш и география пациентов за мяжей достаточно широкая. Сюды неодноразово приезжали граждане России, Украины, Казахстана, Польши, Италии, Китая, Инды, Пакистана. Увогу ли за год тут проходит лечения каля 12 тысяч человек. Зараз у шпиталей наличивается 10 отделений. Одно из их, сосудистой хирургии перед инсультных станов, было открыто недавно. Его заявление посприяло тому, что упершению у одной медицинской установи стали оказывать одразу три вида допомоги – хирургия, терапия и реабилитация. Мы стали принимать по скорой помощи пациентов по экстренной неврологии уже 4 дня в неделю. То есть это все говорит о том, что мы не стоим на месте, мы развиваемся и перспектива развития у нас довольно хорошая. Клопот об хорых людях, доброзрешливость у относинах и высокий профессионализм медицинских кадров давно стали визитной карткой шпиталю. На урожистом мероприемстве с нагодой 75-го дня, керавництва в области и города, выказывая подяку людям, які кожный день даруют нам самое каштовное у житти здоровье, демонструють клопот и доброзрешливость у относинах до кожного хворога. Я не понаслышке знаю от простых людей, которым пришлось в своей жизни находиться в этом лечебном учреждении, результаты, именно результаты реабилитации, особенно после инсультов. Хочу прежде всего от имени Гомельского городского исполнительного комитета и городского совета депутатов горячо-сердечно поздравить всех работников и ветеранов госпиталя Отечественной войны. Ну, что хочу пожелать, конечно, всем это крепкого здоровья, благополучия, добра, успеха во всех начинаниях.